всем привет добро пожаловать на мой канал с вами снова настя сегодня у меня обзор моего восточного окна хотела очень я снять в лучах солнышко свои орхидеи но так как сейчас пришло тепло у нас стало на улице пасмурно метели идут поэтому получается только с досветкой ну ладно все равно красота орхидеи я думаю передается через экраны по поэтому кому интересно оставайтесь со мной начну с вот этой вот красавица это орхидея пасадена моя самая самая первая орхидея и вы спросите а что же она так не пышно цветет раз она уже старенькая но потому что я ее омолаживала когда-то совсем недавно поэтому она сейчас вот так скажем второй раз после омоложения цветет не особо так пышно красивый сорт яркий сочные оттенки такие но стандартный конечно ничего особенного но вы знаете на подоконнике смотрится очень даже красиво я считаю что вообще такая расцветка орхидея обязательно должна быть в коллекции потому что это вот знаете такое яркое пятно которое вот манит взгляд вот она мне сейчас доращивает цветонос свой хотя знаете раньше у нее такой особенности не было со временем появилось и я скорее вот поэтому и стараюсь снять боюсь что она может быть решит то что надо ращивать решит сбрасывать цветы поэтому нужно успеть показать а здесь вот рядышком сейчас стоит мой папоротник полибодиум серебристый но пока что вот здесь место ему на здесь только нашлось произошли некоторые перемены перестановки поэтому пришлось поставить его пока сюда вообще я как бы хотела этот подоконник вот эту часть подоконника сделать более свободной здесь у нас палатка теперь у ребенка стоит поэтому безопасно в том плане что он не сдернет цветочную стойку а вот здесь уже конечно опасно он уже подходит он может стянуть поэтому здесь орхидеи по минимуму это я сразу же отвечаю тем кто спрашивает у меня сколько у меня количество орхидеи и вообще восхищается моими просторными подоконниками но вот приходится приходится конечно я тоже хочу много красивых орхидей но вот нет возможности вот это моя красавица лудизия здесь тоже я ее спустила с верхней полки цветочной стойки потому что ей там суховато но и я частенько забываю ее если честно поливать а так она мне очень нравится не то что забываю полив произвожу быстро-быстро и до туда просто не успеваю дотянуться и откладываю постоянно потом и она начала у меня сушить немножко свои листья поэтому вот она теперь здесь у меня быстром доступе так скажем очень красивый сорт тоже это орхидея кто не знал так хорошо далее здесь значит у меня вот такой вот красавчик это green batman сюда тоже спустился так как я на его место поставила сейчас другую орхидею green batman у меня вот здесь теперь он у меня на выпустил два цветоноса и на каждом выдал только по два цветочка вроде как я обратила внимание в прошлый раз что он планировал доращивать цветонос но то ли из-за того что я его сюда переставила то ли еще что-то в общем он у меня пока она хотя вот здесь один бутончик есть мы посмотрим посмотрим время покажет очень конечно хочу и он у меня в этот раз получился более бледным потому что когда он растил свой цветонос он прям вот стоял вот под самый потолок вот на верхней полочке ему не хватило света так как это была осень лампа видите ниже висит и да я знаю что лампа у меня висит неправильно но вот за цветочной стойки все все меняется нужно что-то придумывать конечно но вот пока ничего не придумала так здесь мой пересорт должен был быть далмейшина и шин но вот такая вот другая красота в общем распустилась очень мне нравится конечно не то что я ожидала но все равно я если честно прям влюбилась в эту орхидею вообще я раньше как-то не особо обращала внимание на орхидеи вот с такими вкраплениями да с такими брызгами но если даже и что-то нравилось то вот что-то наподобие мэйджи карта чтобы по краям были всполохи но тут видите сполохов нет но цветы настолько красивые крупные что я право влюбилась в нее очень-очень мне нравится этот сорт восхищаюсь вот к сожалению не знаю название так как у меня должен был быть другой сорт я рада что у меня орхидея есть ведь это первое домашнее цветение и за счет того что цветы крупные хотя всего лишь 5 цветочков да но смотрится такой пышной шапочкой тоже очень эффектно когда гости приходят обращают внимание на вот это вот орхидея и она я вот смотрю уже доращивает свой цветонос и это первое домашнее цветение представляете растет в чистом мхе немножко отодвину пока буду показывать другую красоту вот этого красавчика давайте уже на красавчиком трудно назвать потому что у меня сыночек один цветок оторвал другой вот так вот листочек оторвал и так было всего четыре цветочка и помог просто я его на руки брала и показывала цветы и в общем да показывалась но все равно очень красивый сорт это magic от бабочка очень красиво у нее всполохи вот эти до края защипчики вот такой вид бабочки другой немножко не такой как мы привыкли тоже красивая орхидея не очень-очень нравится но вот к сожалению она у меня стрессанула до орхидея потому что падала потом я посадила чистый мог его в общем цветение этот раз худная было и еще и сыночек добавил так скажем беру пока сюда здесь вот такая вот красота это моя любовь это орхидея колода твикл кто еще не знает но я думаю что все знают эту орхидеи и вот в паре с ней другу другая колода как я не мечтала тоже такой аромат сейчас то и делать нам чувство аромат колоды аромате конечно вот это вот ведь ведь вот эти вот цветы вот этот вид колоды ну совсем слегка слегка есть такой аромат но не особый вот а это красавица прям радует даже если солнца нет да чувствуется аромат другие же орхидеи ведь в основном ароматят только солнечной погоды то вот колода она и сейчас аромат такая вот красота в этот раз порадовала меня более пышным цветением это так если не ошибаюсь третье домашнее цветение колоды в моей коллекции это азиатская колода вот и в этот раз он не выдал цветонос с ответвлениями но ответвление не стали развиваться ну вот сейчас я увидела что он доращивает цветонос это кстати впервые такое тоже видимо с возрастом не видимо а действительно с возрастом орхидеи цветут тушнее поэтому такой вот результат и для тех у кого колоды только появились и не расстраивайтесь первое домашнее цветение может быть скудным у меня была первая на 2 или 3 цветочка потом 4 и вот сейчас уже так целых у нас 6 цветочков видите растем по 2 цветочка в год появляется и вот это вот красавица в тоже первое домашнее цветение 4 получается цветочка я не так кучкой так в одну конечно не люблю вот так вот когда они прям совсем совсем близко ну вот так получилось возможно если бы что должно было произойти ну в общем может быть эта особенность и мне нравится что вот у этой колоды что у колоды но вот этой пестренькой лепестки загибаются назад мне это очень нравится в орхидеях и вот эта белая губа я тоже очень люблю когда у орхидеи чисто белая губа и кстати вот у колоды она уже цветет давно со временем губа приобретает розовые оттенки но это означает что скоро скоро она уже будет цветать это вот первое распустившись и больше такая уже розовая губа очень жалко хочу чтобы она меня радовала подольше повернем здесь вот такая вот красота это sunset love таки она мне не ароматит но может быть солнце потому что мало попадает здесь мне почему-то грейпфрут напоминает кожуру чтобы грейпфрута в общем такая красивая милашечка это детка цветоноса мне подарила лена и вот это ее первое домашнее цветение выпустила на сразу два цветоноса и на каждом по два цветочка очень такой старательный сорт как вы видите думаю что взрослое растение она очень-очень может пышно цвести потенциал у нее есть на это тоже очаровашка такая вот красо . так ну вот здесь по низам если быстренько пробежаться вот этот орхидея которая муташка вот еще до сих пор не распустила этот бутон очень жду думаю что вот-вот скоро распустится и обязательно сниму отдельное видео здесь вот такая вот красавица если не забуду ставлю фотографию на под номером видите в размере 117 пришла сбросила у меня два листика шейка у нее гнил гнилая была по приезду ну вот старается все-таки жить новый листик потихоньку на расти очень конечно обидно хотелось бы поскорее увидеть цветение но я думаю что это будет еще не скоро а здесь пилорик флэш дэнс так это анна грин вырастила новый рост дендрофаленопсис анна грин новый рост в общем здесь печалька моя в общем это моя кальмонара выдала нам не представляете цветонос так как она стоит здесь глубоко я на радостях давай скорее конечно же к ней когда увидела цветонос бежать вытаскивать ее оттуда и в общем сломала я не цветонос вообще конечно у меня прямо такой сильнейший стресс мне просто это орхидея ни разу не цвела и я так обрадовалась увидев цветонос что на радостях я не знаю как это произошло я просто вытаскивала и пока ее вытащила поставила до ближе к себе смотрю цветонос сломался ой ну как вот так вот можно было не знаю бывает здесь у меня бабочка 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 golden down golden down с деткой так и не выдала мне цветонос в этом сезоне она огромная детки нету и вот тут у меня стоит аркадия так здесь полочкой выше у меня продолжает свести анаконда это не тоже такая смутированная губа если сравнить вот с другой вот стандартная губа анаконда и вот здесь такая губа да вот такая вот интересно здесь у меня стоит хуэм и лаку но за сервер она у меня пока не особо растет очень красивая сорт хуем очень довольна я сейчас спущу рядом с анакондой у меня стоит сога лауренс и сога лауренс вы представляете меня порадовал я так рада смотрите сога лауренс проклюнул цветонос буквально вчера его увидела столько радости это я покупала срок в группе у девушки вот и вот такая вот радость и знаете я вот уже со временем поняла что это орхидея была без точки роста скорее всего потому что вот видно что от шейки вот здесь как новое растение идет и вот здесь цветоносик в общем я очень-очень рад этому событию вот написано июль 2021 она мне приобреталась так пока пусть там и стоит потом буду думать наверное ближе сюда ставить к досветке так следующая полка здесь у меня вот это вот красавица которая у меня сбросила все бутоны стоит своим длинным светоносом пустым далее у меня уже начинают сбрасывать цветы и рэнд опкин и рэнд опкину как всегда в своем репертуаре это орхидея постоянно цветущая давайте вспышку выключим она совсем не такая вот да вот не все орхидеи но вот именно это орхидея вспышка съедает цвет ее натуральный вот она такая смотрите она мне снова пробудила почку на этом цветоносе тоже второй раз она это был вот основной цветонос он отцвел потом она пробудила почку тут пока она цветет она уже пробудила следующую почку чтобы не быть без цветов наверно да вот подальше тут она еще новый цветонос посмотрите расти но не чудо ли вот это орхидея конечно вообще чудо из чудес я смотрю тут ожог по ходу какой-то что-то я его как-то не видела в общем покупайте всем советую такой сорт но единственное что я по своим условиям очень известный сорт как капризный такой и я вот рассказываю что она мне всегда стоит на полке здесь воздух получается такой теплый с подоконника холод не идет так темновато давайте вспышку включу а вот вот здесь стабильно получается всегда дает даже температура никого холодный воздух на нее не идет и вот такая вот температура 22 градуса сейчас у нас дома 52 процента влажность но это вот на 22 градуса это вот на полке если на подоконнике то там наверно градусов ну 2019 потому что есть разница до воздуха теплый он выше так далее здесь у меня отцветает забыла название вы представляете вот этот вот спасеныш как его зовут ой 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 вспомнить бы ароматный сорт если вспомню подпишу а еще подписывать то вот же балл написан август 2021 я его спасала это мой спасеныш неизвестный да вот он вообще у меня отцветать начал такие вот цветы у него красивые но аромат мне не очень нравится и конечно мне не нравится то что цветы выгорают очень сильно выгорает именно по этой причине наверное я и не узнала этот сорт когда его покупала полу мертвым можно сказать вот так далее здесь рядышком сапфир стоит сапфир пока никак ничего у него там особенного нету так что его показывать у него не цветоноса ничего такого далее вот такая вот орхидейка фотографии тоже обязательно вставлю пересаживали вместе с вами из мхав кору но конечно я чувствую что ей не хватает влаги поэтому хочу потом ее ей немножко мха добавить может быть видео с ним мы будем вместе сами делать потому что она сейчас я на дне держу воду прям как-то так цветонос растет очень медленно тоже опять же думаю что из-за нехватки влаги так рядышком там здесь стоит ночь такая вот куличка макрофилла альба марвината вырастила она у меня такой вот красивенный листик покупала я череночек одним листиком вот этим и вот за это время она мне вот такой листик нарастила так и вот еще один азиатик в размере 1 из 7 покупался тоже тоже все чистом я недавно поливала по мох мокрый везде и вообще нужно протирать конечно всем уже листочки ну вот с новогодними праздниками все никак вот новый листик она мне сейчас выдала по интересный какой-то какой-то полосатый что ли цветение обязательно вставлю я надеюсь что за это лето мы хорошо так подрастем и обязательно потом порадуем меня осенью цветоносом вот новый корешок молодую нее пошел трон тронулся в рост так как сейчас день начал удлиняться ну там внутри смотрите куча куча корней общем вот такие вот орхидеи у меня сейчас на восточном окне так вот они поживают так меня радует цветущих конечно маловато цветущие в основном на южных окнах раньше мое самое цветущее окно было это вот это восточная но вот связи с тем что ребенок здесь находится большую часть времени пришлось пришлось большинство орхидеи убрать вот с этого места да и по другим комнатам в общем вот такое вот видео я хотела сегодня снять всем спасибо за просмотр всем пока пока до новых встреч